Пошел последний двенадцатый дом Этим роликом цикл домов заканчивается, но не заканчивается цикл наших передач, потому что нам еще нужно подвести итоги ваших писем Так что будет еще один ролик, но попозже, когда вы напишите все письма про 10, 11, 9 и 12 дом Свои наблюдения, свои соображения, но, конечно, если вы захотите углубиться всерьез в эту тему, если вас это зацепило, милости просим Наш колледж начинает работу в феврале, наша академия начинает обучение в октябре, каждый октябрь, каждый февраль А те, кто полюбил, кому стало это интересно, кто хочет понять человека глубже, открыты двери колледжа и академии А сейчас прямо о последнем доме Дом очень непростой По-моему, последний, с одной стороны, с другой стороны, предшествует первому Считаю, что в двенадцатом доме лежат все итоги цикла Его называют кармическим домом, но на самом деле это очень наивно, потому что карма-то лежит во всей карте Карма – это сумма, итог всего, что было, и сумма не может лежать в одном месте Человек вести из суммы всех предыдущих воплощений, но в двенадцатом доме часто подводятся итоги Социальной деятельности человека, либо бессмертная слава, либо пожизненное заключение Тоже бывает Потому что двенадцатый дом – дом скрытых дел Многое, что скрыто, что невидимо, лежит в двенадцатом доме Вот все одиннадцать домов как-то связывают человека с окружающим миром Активность, контакты, взаимодействие с ресурсами, с пространством, с другими людьми, разные формы взаимодействия Но есть место, где человек может остаться сам наедине с собой, вне всяких связей Ведь мы же на самом деле почти не бываем такими, как мы есть В любом контакте как-то контакт на нас влияет Мы меняем стиль поведения, манеру держаться, ориентироваться на партнера, на взаимодействие, на пространство По идее, двенадцатый дом – это место, где человек вот такой, как он есть, наедине с самим собой Это человек после смерти и человек до рождения В каком-то смысле чистая душа вне поля контактов Вот сама суть Поэтому в двенадцатом доме лежит как бы ядро человека Невидимое, оно проявляется в первом доме Как активность, но оно невидимое Сама суть еще не подвержена внешним влияниям Итог всего прошлого, что наработал человек Что стало ядром его души Ну, а в жизни это проявляется по-разному В первую очередь, двенадцатый дом – это дом изоляции Именно потому, что вот здесь человек наедине с самим собой То и в жизни люди двенадцатого дома часто стремятся к уединению Это либо очень молодые души, которые еще боятся выйти в мир Предпочитают родное пространство собственной квартиры, собственной семьи Замкнутые в этом, с трудом вылезающие Либо, наоборот, очень глубокие мистики, прошедшие цикл воплощения Опять погрузившиеся в себя, ищущие Бога внутри себя Люди внутреннего, мистического, глубокого постижения К ним относятся в том числе и люди творческие Которые ищут глубинный источник творчества Погруженные в свою внутреннюю жизнь Предпочитающие меньше общаться с внешним миром Как бы замкнутые в своем творчестве, в своей жизни Большие домоседы, люди, предпочитающие работать дома Особый тип людей, тоже, которые не очень любят, чтобы о них было слышно Люди подпольной тайной деятельности Всякие уголовники, мафиози Суда же, поскольку человек здесь, 12-й дом, это человек, отделенный от общества Это люди, которые тоже предпочитают быть дальше от людей, но по-другому Дальние путешественники Люди, уходящие далеко от общего мира, открывающие новые пути Но сюда же попадает еще особый характер 12-го дома Это люди по природе свои двойственные, фальшивые Если человек 12-го дома очень социально активен, не доверяйте ему Обычно люди 12-го дома, нормальный человек, тихий Сидит в глубине себя Человек творческий, человек внутреннего постижения Человек просто не любящий быть на публике Редко кто вот так выходит на публику, ввиду их, так сказать, творческих особенностей Если человек социально активен, шумный, социально деятельный И при этом солнце в 12-м доме Ой, не стоит ему доверять, фальшивый человек двойственный Но сюда же попадают оккультисты, мистики, астрологи То их куда больше, чем 11-домных на самом деле Настоящие астрологи — это 12-й дом Это люди глубокого внутреннего постижения Настоящие оккультисты тоже глубокие из них В 12-м доме люди, у которых как айсберг 9 десятых в глубине и 1 десятая на поверхности 12-й дом — это люди, в общем-то, погруженные в себя, в свой внутренний мир, в свое пространство Ну, смотрите, вот я перечислю Первая фигура 12-го дома знаковая Не поверю, что вы о нем не слышали Альцгеймер Алоис Альцгеймер Очень знаковая и очень 12-й домная фигура Руальд Амадсон — полярный путешественник известный Алан Шепард — астронавт Тоже его работа далеко от мира, изолированная Далеко на космическом корабле Есть пара политиков Отобрал вам тут Тони Блэр — английский премьер Знаменитая королева Катрин де Медичи Французская королева — сущность Очень двойственная, скрытная, фальшивая Говорят, что именно она инициировала Варфоломеевскую ночь Не менее интересная личность — это Мао Цзэдун Тоже человек на поверхности один, внутри совершенно другой Генри Киссинджер Честно говоря, не подумал бы, что он 12-й домный Но вот значит, было там двойное дно Присутствует под всей его деятельностью Ну, политиков я не стал отбирать в большом количестве Мне было интереснее подобрать мистиков Шри Арабинда Кхош Индийский, в общем-то, пророк Основатель интегральной йоги Бахула — провозвестник нового течения мусульманства Новое откровение Мохандас Ганди Собственно, Мохандас Ганди тоже занимался деятельностью политической Но это было совершенно другого типа Среди мистиков такой изумительный мистик Ливи Кананда Хайндл Астролог-мистик американский Один из основателей астрологии в Америке Возрождения астрологии в Америке Такая же вот астрологиня Барбара Коваль Написавшая прекрасную книгу «Время и деньги» по астрологии Чудесный астролог Алан Лео Один из тех, кто возродил астрологию Нел Михельсон Автор астрологических таблиц Видите, сколько астрологов попадает сюда Двенадцатый дом Но сюда же попадают и глубокие творцы Люди, погруженные в свой творческий внутренний мир Гийом Аполлинер Французский поэт Юган Себастьян Бах Бартольди Фредерих Глинка Михаил Марта Грамм Или Грэхом, если хотите Американская танцовщица прекрасная Петрарко Пьер Дерансар Можно сказать, основатель французской поэзии Фридрих фон Шиллер Эти глубокие поэты, очень содержательные Есть и писатели Такие, как Артур Канан Дойль Анатоль Франц Американский поэт, крупнейший Роберт Ли Фрост Александр Дюма Интересные, очень необычные актеры Фернан Дель Жилета Мазина Ну и, наверное, следует сказать о людях подпойной деятельности Самый лучший из них, самый возвышенный Это, конечно, Гарибальди Джузеппе Гарибальди Вот такой набор очень разный по типу людей Одни их характерны своей глубиной, мистичностью Другие характерны своей двойственностью Третьи тем, что удалялись от людей Уходили в дальнее путешествие Или в свой внутренний мир Двенадцатый дом Человек наедине с самим собой Ну что же, посмотрите на себя На своих близких Вы же говорили, что вы можете построить карту Пройдя по ссылке на наш сайт Там будет построена вам карта Бесплатно совершенно Вы разберете, какая планета в каком доме Обнаружите много интересного Среди своих близких Может быть, увидите их с какой-то новой стороны Какие-то черты Которые вам были неясны В обычной жизни Станут ясны, когда вы увидите дом Где находится их солнце Опишите, поделитесь своими мыслями Своими наблюдениями А мы в следующем ролике Или, может быть, в двух роликах Подведем итог Разберем Ну, наверное, не все, конечно, письма Но наиболее яркие Обязательно разберем Подведем итог Прошу вас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok